Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Привет, меня зовут Гордон Ван Дайк, я главный исполнительный продюсер War of the Vikings. Гордон, первый вопрос. Расскажите об игровых классах. Сейчас у нас в игре используются архетипы. Их можно разделить по принципу легкий, средний, тяжело вооруженный. У каждого архетипа свой уникальный набор навыков. К моменту релиза мы добавим систему кастомизации. Она позволит вам создавать свои собственные профили бойцов, модифицируя исходные. Например, вы сможете вооружить персонажа по желанию одноручным топором или одноручным мечом, либо снарядить его метательным арсеналом, легким топором, ножами, метательным копьем. Вы сможете выбирать различные оружия из доступных в игре. Вы сможете взять боевое копье, а к нему еще и щит. А можете пойти в бой без щита, заполнив слот каким-нибудь другим оружием. Мы хотим предоставить игрокам множество вариантов экипировки, причем не без привязки по классам или архетипам. К примеру, тяжело вооруженный воин не будет иметь доступа к лукам, однако в игре есть возможность подбирать оружие врагов. Таким образом, убив лучника, вы теоретически можете забрать его лук и начать им пользоваться по назначению, но по эффективности вы не сравнитесь с лучником, поскольку у них есть способности, улучшающие навыки обращения с луком. То есть это фишка конкретного архетипа. Поэтому вы не сможете добиться тех же результатов, что классы, которые были специально разработаны нами для ведения дистанционного боя. В релизе у нас будет несколько режимов, и скорее всего мы будем добавлять новые с течением времени. Первый режим это арена. Арены это специальные карты очень маленьких размеров, а также под арену выделяются ограниченные зоны некоторых больших карт. На аренах сражаются две команды, при этом у каждого игрока лишь одна жизнь, и поэтому после смерти он выбывает из боя. Такая механика полностью меняет подход игроков к матчам, ведь они не могут сразу же вернуться в бой после смерти. Поэтому в этом режиме намного важнее оставаться в живых как можно дольше, разрабатывать стратегию для этого. И именно здесь проявляется командная игра. Например, игроки пытаются выставлять заслоны из щитов, чтобы обезопасить своих лучников, себя, членов команды и обеспечить победу. Плюс у нас есть система добоевания. Если вас повергли в бою, но при этом полученные раны не оказались смертельными, члены вашей команды еще могут вас поднять, а враги соответственно добить. В таком состоянии вы можете попытаться дать отпор врагу или попробовать защититься. В общем, в этом режиме очень много разнообразных ситуаций. Помимо вышеупомянутого режима у нас предпочтена расширенная версия арены для 64 игроков, которые сражаются на огромных картах, что требует очередной смены тактики. Для успешной игры вам нужно сгруппироваться с другими игроками и разработать стратегию боя, например, как лучше напасть на врага или быть может устроить засаду. И здесь можно повернуть и такое, в отличие от маленьких карт, где вы видите оппонентов с самого начала. Следующий режим – это командный деф-матч. В этом режиме нет специальной точки воскрешения, закрепленной за каждой командой. Вместо этого локация респауна постоянно меняется в расположении на карте. Причем игроки играют на достаточно больших картах. Получается довольно интересно, поскольку в таком формате сражение органично движется вместе с игроками. Такая схема украшает матчи, добавляет капельку безумия в процесс, дает почувствовать масштабность боевых зон. Еще у нас есть режим Конквест, и он вовсе не похож на одноименный режим из Battlefield. Просто нам показалось, что название очень хорошо подходит. Команды начинают матч в нейтральных зонах, которые им предстоит захватить, а затем выжать противника с его позиции, уничтожить его. Это можно назвать двусторонним штурмом. Саксонцы в данном случае пытаются оттеснить викингов к их кораблям, к месту высадки, что вполне логично. Расскажите нам о развитии персонажа, навыках. Каким образом открываются новые способности и какие дают преимущества? Многие игровые фишки открываются по уровню в системе. Чем больше у вас опыта, тем больше возможностей мы для вас открываем, включая новые, более серьезные перки, которые даже могут быть опасными, если вы неправильно ими пользуетесь. Мы решили для начала дать игрокам возможность освоить азы, а потом уже переходить к тонкостям. У нас есть своя шкала, согласно которой, по нашему мнению, на определенных этапах игрок должен порядочно разбираться в игре, следовательно, его уже можно знакомить с более сложными вещами. По части кастомизации. За каждый матч вы будете получать внутриигровую валюту, монеты. Их можно потратить на покупку особой экипировки, либо просто взять меч и отдать его на прокачку. Вот прямо здесь можно увидеть пример такой кастомизации. Как известно, подобные украшения наносились на разные орудия, включая копья. Поэтому и в нашей игре будет такая возможность. Все эти усовершенствования касаются лишь визуальной стороны. То есть, на практике боевые свойства меча ничуть не улучшатся, а вот плохой мечник вполне возможно даже окажет себе медвежью услугу таким декором. Во всяком случае, нам нравится такой подход. По мере развития косметические апгрейды будут становиться все дороже и дороже. В конце концов, откроются самые экзотические и элитные визуальные модификации оружия. С их помощью топовые игроки смогут выделиться из толпы и показать всем, что они успешны, что у них есть особый статус в игре. Но это все только визуально, ведь единственный способ подтвердить, что это действительно мастер – доказать это на деле. Поэтому мы хотим разделить превосходных игроков и просто хороших. Сколько типов оружия будет в игре? Какие различия по арсеналу между War of the Roses и вашей игрой? События в War of the Roses происходят примерно 500-600 лет позже, поэтому у них куда больше боевых оружий. Сеттинг нашей игры не предусматривает наличие большого количества разных типов мячей, так как в те времена с этим все было довольно просто. Нам было трудно добавить в игру обширный арсенал, поэтому мы решили сконцентрироваться на уникальном внешнем виде тех же самых мячей, что не идет вразрез с временными рамками. У нас, несомненно, будут одноручные мячи, ведь в те времена даже еще не начали пользоваться двуручными, и только к концу эпохи викингов появилось нечто подобное. Разумеется, будут щиты, копья, дротики, метательные кинжалы, вспомогательное оружие, например, ножи и морские топорики. Не обойдется игра и без одноручных и двуручных топоров. Будут луки разных типов. Из этого и состоит большая часть нашей игровой оружейной. Когда придет пора выпускать обновление или менять сеттинг, то мы сначала займемся поиском исторических фактов использования того или иного определенного оружия, а уже потом станем добавлять его в нашу игру. А можно ли драться на кулаках? Вы имеете ввиду голыми руками? Нет, такой возможности в игре нет, но вы можете метать собственное оружие. Вы можете сыграть в пан или пропал и метнуть оппонента оружием, которое держите в правой руке, ведь потом всегда можно подобрать новое. Такой бросок нанесет урон врагу, но не убьет его, если, конечно, у него не было совсем мало здоровья. В принципе, такой прием можно использовать в качестве добивания раненого противника. Ваша игра будет полностью исторически достоверна. Я имею ввиду вооружение, флаги, имена тех же викингов. Да, мы постараемся соблюсти максимальное соответствие с историей, так как приложили много усилий и провели много исследований. Конечно, воссоздать тот период со стопроцентной точностью не представляется возможным. Плюс у людей могут быть свои мнения насчет исторических фактов. Одни думают так, другие считают иначе. Оно всегда так, когда имеешь дело с реальной историей. Но мы приложим все усилия, чтобы не отходить по возможности от фактов. И последние два вопроса на сегодня. Когда релиз и что насчет погодных условий в игре? Будут ли у вас снегопады, ливни или всегда будет солнечно? В наших планах выпустить игру в первом квартале следующего года. К январю проект перейдет в предфинальную стадию, так что релиз будет в скором времени после этого. в игре обязательно будет дождь. Будет идти снег на некоторых картах. Часть игровых зон будет в Норвегии. Поскольку есть такое достаточно спорное мнение, что саксонцы и сами пытались атаковать викингов. Мы рассматриваем такую возможность. Поэтому у нас будут северные карты. Со снежными пейзажами, альпийской флорой и тому подобным. Также у нас будут карты, где игрокам придется сражаться в разное время суток, например ночью, в сумерках или днем. Спасибо. Круто. Мы будем ждать релиза вашей игры. Здорово. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok